Пермский край Перм, как соискательница статуса культурной столицы Европы, стала к этой самой Европе значительно ближе. И к Азии тоже. Росавиация дала добро на организацию рейсов Пермь-Мюнхен и Пермь-Пекин. Как вас правильно представить? Пермь-Мюнхен и Пермь-Мюнхен и Пермь-Мюнхен и Пермь-Мюнхен. Статистика подтверждает, воздушными воротами-пеками в этом году уже воспользовались около 800 тысяч человек. Пассажиропоток вырос почти на 20%. В списке международных маршрутов еженедельные рейсы Пермь-Франкфурт, Пермь-Душанбе, Чартер в Арабские Эмираты. Ну а теперь о проблемах, куда везли них. Коллективный разум пермяков до сих пор продолжает осмыслять выборы 2011. На просторах края бродили, скрещивались между собой и мутировали совершенно неведомые и доселе невиданные в наших политических ландшафтах создания. И вот лишь некоторые из них. Семья жидкохвостных павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустобный выболзий, редкая разновидность хорька, хорек-паникер, больше известный как хорек-вонючка, карликовый бангладешский автеконь, среднеевропейский древесный хохотунь, ластоногая коза. Зоополитическая феерия продолжалась достаточно долго, но завершилась мирно. Кстати, в ЗС избраны 8 женщин. В прошлом созыве парламента была всего одна представительница прекрасного пола. Мужики в парламенте оценили этот факт положительно, причем некоторые ощутили и связанную с этой ситуацией особую меру ответственности. В первый раз это всегда очень сложно, я понимаю. И, конечно, ответственность большая, я понимаю. И об этом мне напоминают все депутаты. От лица избирателей мы передаем этому депутату персональное пожелание и в первые, и в последующие разы беречь себя, не растрачивать силы в политической борьбе и принимать соответствующие ситуации меры предосторожности. Но довольны о политике. Сфера культуры являла в минувшем году несравнимо больше приятного разнообразия. Пухнувшая, как на дрожжах, живая Пермь перевалила таки все мыслимые пределы и трансформировалась в белые ночи. Готовились все, от велика до мала. Причем силу пермяков на это дело всегда предостаточно креативность, в хорошем смысле этого слова, испокон веков была присуща нашим людям. Но в белые ночи концентрация творчества усилилась, по мнению экспертов, не без влияния народных средств, расширяющих горизонт обыденного. Тем более, что бизнес активно включился в культурный проект и предоставил услугам творческих людей буквально все необходимое. Купить соответствующие, не знаю, семена или какие-то саженцы, консультацию провести. У нас будет работать постоянная консультация по всем этим вещам. У нас будет возможность мелким и средним автовикам понять, где, у кого, как закупать продукт. Причем география очень серьезная. Приезжайте, покупайте, пробуйте, интересуйтесь. Вы в конечном итоге это всегда потом можете найти в наших пермских сетях, если вам это понравилось, конечно. Понравилось многим втянулись и даже где-то пристрастились к контемпорари-арт. Например, видные единороссы, очевидно подчеркивая миролюбивый характер правящей партии, занялись шитьем плюшевых мишек. При зрительских симпатий завоевал нынешний спикер законодательного собрания Валерий Сухих со своим набитым ватой питомцем по имени Ермолай. ЕР – аббревиатура партии, МОЛ – молодость, ИАЙ – новые технологии, Айпад, Айпод и прочие. Причем в итоге символы еще и купили за 7500 рублей. Ну а заместитель председателя краевого правительства Борис Миллиграм в своем блоге на WordPress пошел севернее и задумался о пингвинах, изложив свои думы в коротком, но емком эссе. Не могу не отметить, в хороших зоопарках всегда есть пингвины, и их много. Пингвины – самые социальные птицы. Следить за бурной пингвине жизнью невероятно интересно. Завершается этот абзац практически предвыборным лозунгом. Пингвины любят холод, пингвины – наш контингент. Водоворот актуального искусства властно захватил и не только новобранцев культурной революции, но и маститых культуртрейгеров. Завтра в 7.22 я буду в Барис-Паля сидеть в самолете и думать о пилоте. Чтоб он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Пермяге, а завтра немного и отдыхаюсь. Незаурядное шоу директора Музея современного искусства повергло город в шок и трепет. Но модный продвинутый галерист не остановился на достигнутом. Он взял и начитал рэп, вместе с небезызвестным всем нам и в чем-то социально близким Сявой. А мы по-прежнему ждем перемен. Были времена, когда считалось эталоном. В очередях стоят и бред продукты по талонам. Джинсы-варенки на центральном рынке, которые носились до последней дырки. Это очень грустно, когда в прилавках пусто. А сейчас тренд – современное искусство. Это было круто. Это было сильно. Мороз по коже. Мурашки, шествующие колоннами, поизвели нам усталого мозга. Однако чувствовалась некая незавершенность. Кто-то должен был поставить в конце музыкальной фразы впечатляющую точку. И пермики стали мучительно искать ответ на вопрос «Кто этот герой?» Искали долго. Думали все. Но ответ неожиданно нашли чистые сердцем дети. Пусть читаем по слагам, дядю этого мы знаем. Пусть пишу пока с трудом, дядя этот не знал. С целым герой управляются. Глубил на этом называется. Культурная революция по-пермски была одобрена на самом высоком уровне. По поводу пермской культурной инициативы решили высказаться и два самых известных куплетиста России. И вот что у них получилось. На стене висит программа. Отрастись, как у миллиграмма. Кто миллиграмма превзойдут, тут же премии дадут. Контрамарками в театр-театр. По-моему, сжал. Согласен. Разбуянились в Москве хипстеры с айпадами. Тут уже не обойтись полицией нарядами. Я раздам холсты и кисти, пусть картины мажут. А я выдам всем гармошки, пусть поют и пляшут. Вся культурная братва будет очень рада. А за вклубами поставим Гельмана Марата. В гайнах жестко. Шучу, шучу. Настроение новогоднее. На самом деле я за. За культурный мы альянс обеими руками. С Новым Годом вас, друзья. Оставайтесь с нами. Да куда вы денетесь? Мы присоединяемся к поздравлениям наших знаменитых куплетистов. В новом 2012 году у каждого из присутствующих впереди непочатый край работы. Успехов и удачи вам, друзья и коллеги. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова